Диагностики миопатии Диагностики миопатии Диагностики миопатии Диагностики миопатии относятся к миологии, крампии, контрактуре и псевдогипертрофии, миоглобинурию и скованность мышц. Мышечная слабость Симптомы проксимальной мышечной слабости Больные не могут подниматься по лестнице, не могут вставать из положения сидя. Когда они встают из положения сидя, они пользуются дополнительными приемами ГОВЕРСа, так называемыми. Они испытывают трудности при подъеме предметов выше горизонтальной линии. Если у больного дистальная мышечная слабость, то больные, как правило, предъявляют такие специфичные жалобы на мелкую моторику, что им трудно открывать крышки бутылок, трудно включать зажигание в машине, вдевать нитки в иголку или они могут задевать носками за преграды при ходьбе. При каких миопатиях встречаются миалгии? В первую очередь это митохондриальные миопатии, затем идут воспалительные, инфекционные, лекарственные, гипотироидные миопатии, связанные с поражением щитовидной железы и еще несколько редких миопатий. Контрактуры развиваются при дефиците гликолитических ферментов с развитием синдрома миопатии, при парами от онии Эйленбурга, при гипотироидной миопатии и еще при других заболеваниях. Скованность мышц при миопатиях развивается при дистрофической миотонии Штейнерта-Куршмана, когда имеется нарушение способности расслаблять мышцы у больных, при врожденной миотонии парами от онии Эйленбурга, Проксимальной миотонической миопатии, периодическом гиперкалиническом парличе болезни Гамстер и гипотироидной миопатии, когда имеют место нарушение процесса сокращения и расслабления мышц. Миоглобинурия. Мы определяем миоглобин в моче при миопатиях. Причины миоглобинурии могут быть специфическими и неспецифическими. Это длительная физическая нагрузка, вирусные и бактериальные инфекции, употребление алкоголя и некоторых лекарств. Это может быть злокачественный нейролептический синдром, солнечный удар, длительная лихорадка, воспалительные миопатии. Это встречается редко. При миодистрофиях миоглобинурия возникает при саркогликанопатиях, при метаболических миопатиях возникает миоглобинурия и при злокачественной гипертермии. А именно при миодистрофии дюшенна, которая осложнена злокачественной гипертермией, миопатии центрального стержня. Типы наследования миопатии. Миопатии бывают иксцепленными. Это, например, миодистрофии дюшенны и беккера и меридрейфуса. Бывают аутосомно-доминантными. Наследуются в каждом поколении. Это лицелопаточная бедренная миодистрофия ландузи-дежирина, конечностно-поясные миодистрофии, околофорингеальная миодистрофия, дистрофическая миотония, периодический паралич, парамиотония Эренбурга, миотония Томпсона и болезнь центрального стержня. К аутосомно-рецессивным миопатиям относятся конечностно-поясные метаболические миотонию беккера. При наследовании по материнской линии речь всегда заходит о митохондриальных миопатиях. Каковы паттерны узнавания миопатий? Если у больного проксимальные порезы, чаще всего речь идет о конечностно-поясной миодистрофии. При дистальных порезах чаще всего речь идет о дистальных миодистрофиях. Если у больного порезы в проксимальных отделах рук и дистальных отделах ног, то дифференциальный диагноз проводится со скаполопернеальной миодистрофиями, миодистрофиями редрейфуса, конечностно-поясными миодистрофиями, врожденными и болезнью помпы. Если у больного порезы в дистальных отделах рук и проксимальных отделах ног, следует заподозрить миозит с клеточными включениями. Это прионовое заболевание заразное, которым болеют овцы и заражают человека. Следующий паттерн – птос без офтальмоплегии, то есть когда имеет место опущение век без нарушения глазодвигательных функций. Это дистрофическое миотония и врожденная миопатия. И шестой паттерн – птос с офтальмоплегией, когда опущение век сочетается с глазодвигательными нарушениями. Это околофарингеальная, околофарингодистальная миодистрофия. Такая митохондриальная миопатия, как прогрессирующая наружная офтальмоплегия, и миостения, и миостенические синдромы. При каких миопатиях встречаются порезы шейных мышц? Есть такая редкая форма – изолированная миопатия разгибателей шеи. Часто при дерматополимиозите и полимиозите поражаются шейные мышцы. При миозите с клеточными включениями, при дефиците карнитина, при миодистрофии ландузи-дожирина лица лопаточно-бедренной, при дистрофической миотонии, при которой страдают кивательные мышцы, мышцы-сгибатели, а не разгибатели, и, наконец, при врожденных миопатиях и гиперпаратирозе. Какие лекарства повышают уровень КФК? Одним из симптомов миопатии является повышение креатинфосфокиназа. Уровень КФК повышают липидоснижающие препараты – это статины и другие хлорокин, колхицин, циклоспорин и зидовудин или азидотимидин – лекарства от ВИЧ. Лабораторная диагностика миопатии предполагает определение уровня креатинфосфокиназа – маркер миолиза в сыворотке, электромиографическое исследование, биопсия мышц, молекулярно-генетическое исследование и другие анализы, например, тесты на функцию щитовидной железы, на электролиты, на парад гормон, тесты на ВИЧ. При игольчатой миографии, при миопатиях выявляются потенциалы двигательных единиц низкой длительности, амплитуды, большим количеством фаз и спонтанной активностью мышечных волокон – это фибрилляции положительной острой волны, но не фасцикуляция. Миопатические единицы на рисуночке обведены красным. Остановимся на миодистрофиях. По классификации выделяют болезни Дюшенны и Беккера, это их сцепленные заболевания рецессивные, Эмери Дрейфуса. Конечностно-поясные миодистрофии, они с 2А по 2Джей, аутосомно-рецессивные. Дистальные миодистрофии, врожденные. Лица-лопаточно-бедренную миодистрофию, она аутосомно-доминантная уже. Конечностно-поясные миодистрофии от 1А до 1Е аутосомно-доминантные. Миодистрофия Эмери Дрейфуса, околофрингеальная миодистрофия, дистрофическая миотония 1-2 типов и дистальная миодистрофия. Это аутосомно-доминантные заболевания в каждом поколении. Миодистрофия Дюшенна начинается в возрасте до 3 лет у детей. Миодистрофия Беккера от возраста от 5 до 15 лет. У больных возникают проксимальные порезы, повышение КФК во много раз, псевдогипертрофия. Характерной особенностью данной миодистрофии является то, что есть потенциальное лечение. Больные позитивно реагируют на глюкокортикостероиды в дозе 0,75 г на килограмм веса тела. Также позитивно реагируют на введение анаболических гормонов, например, нандролона, на миотропные метаболические препараты, корнитин, креатин, креатинолфосфат. Причиной миодистрофии Дюшенна и Беккера является мутация в гене дистрофина. К этой же группе их сцепленных миодистрофий относятся сцепленную кардиомиопатию, изолированную квадрицепсмиопатию, когда поражается только прямая мышца бедра, и крамписмиоглобинурией. Биопсия мышц при миодистрофии Дюшена и Беккера выявляет волокна различного размера, мутные, так называемые гипертрофированные и атрофированные волокна, замещение мышц жиром и соединительной тканью. Следующая форма миодистрофии Меридрейфуса. Здесь показано, на какой хромосоме находится мутация. Эта миодистрофия проявляется слабостью бицепса, трицепса и разгибателей стоп. Характерна кардиомиопатия, атриовентрикулярные блокады. Специфического лечения не существует, применяют миотропные метаболические препараты и лечение кардиальных осложнений, вплоть до установки искусственного кардиостимулятора. Миопатием относится дистрофическая миотония Штейнерта-Кушмана. У больных развивается птоз, лебединая шея за счет слабости кивательных мышц, миотонические валики при перкуссии мышц, феномены миотонии, то есть нарушение расслабления мышц при, например, сжатии мышцы в кулак, больной не может расслабить при рукопожатии долго. И проксимальные атрофии. При электромиографии миотонической мышцы вы можете увидеть фетамен миотонической задержки, то есть когда максимальное усилие за счет того, что больной не может расслабить, например, руку, длится несколько дольше, чем вы выставили маркер на экране. Миотония Штейнерта-Кушмана лечится такими препаратами, как фенитаин и навокаинамид. При выраженности миотонии это мембрано-стабилизирующие препараты. Применяется также карбомазепин, применяются ацетозоламиды, антагонисты кальция. Рекомендуется больным ограничить поступление калия с диетой. У этих больных с осторожностью надо применять наркоз, потому что есть риск злокачественной гипертермии. Следующая миодистрофия – это конечностно-поясные. Вот здесь мы видим конечностно-поясные миодистрофии с 1А по 1Е. Они аутосомно-доминантные. При миодистрофиях 1А-1С известны белки, которые поражаются, миотилин, ламинка, виолин. Миодистрофия 1Д и 1Е. Примерно известна хромосомная локализация, но белок, который страдает, пока неизвестен. Конечество поясной миодистрофии аутосомно-рецессивные – это миодистрофия 2А-2ДЖ. Это кальпаинопатия, дисферлинопатия, саркогликанопатия, телетонинопатия, миодистрофия, связанная с мутациями белков ТРИМ-32 и ФКРП и миодистрофия, связанная с мутацией в генетитина. Все они аутосомно-рецессивные. Какие особенности клинические мы можем выделить при конечностно-поясных миодистрофиях, что позволит нам в определенном случае поставить конкретный диагноз миодистрофии. Вот 2А или 2И. При миодистрофии 2Б возможен фенотип Эберидрейфуса и кардиомиопатия. Саркогликанопатия характеризуется ранним началом, псевдогипертрофиями, как при болезни Дюшена и Беккера, и миоглобинурией. При кальпаинопатиях выражена атрофия лопаток и ягодин. Высокие уровни КФК, повышение в 100 раз, например, характерны для дисферлинопатии. Телетонинопатия начинается с перониального пореза стопы. Часто спинальные миодистрофии, точнее, с мутациями генов ЭКРП, это миодистрофия 2И, путают с фенотипом Дюшена и Беккера. Для миотелинопатии характерно медленное прогрессирование и носовой оттенок голоса. Для ламинопатии характерно развитие ранней кардиомиопатии. При кавиолинопатии возможны дистальные фенотипы со симптомным повышением КФК. И, наконец, кардиомиопатия не встречается при миотелинопатии, но характерна для альфа-саркогликанопатии. Миодистрофия ландузи-дожерина, лицелопаточно-бедренная миодистрофия. Вот здесь показаны фотографии больных. Выделяют инфантильную классическую форму, характерные порезы мимической мускулатуры, губы топира. Вот здесь у молодого человека показаны фотографии. Порезы верхнего плечевого пояса и бедер с грубыми атрофиями. Вот внизу посмотрите фотографию девочки с грубыми атрофиями межлопаточного пространства. Характерны когнитивные нарушения. Причиной является мутация гена 4Q35 или D4Z4. Но в последнее время показано, что у некоторых больных с таким фенотипом мутации этого гена не находят. То есть, скорее всего, что в развитии заболеваний принимают участие и какие-то другие гены. Дистальные миопатии. Значит, здесь выделяют 5 миопатий. Это миопатия Маёши. Она бывает аутосомно-рецессивная или спорадическая. Поражается икроножная мышца на ноге. КФК повышается в 10-150 раз. При биопсии выявляют отсутствие вакуолий в биоптате. Это дисферлинопатия. Она наследуется в связи с мутацией по хромосоме 2P13. Начинается в раннем взрослом возрасте. После подросткового. Лет в 20. Дистальная миопатия Нанака. Тоже аутосомно-рецессивная или спорадическая. Начинается с передней большеверцовой мышцы. КФК повышается всего в 5 раз. При биопсии выявляются в уколе, в отличие от миопатии Маёша. Наследование происходит по локусу 9P11-P11. Миодистрофия Лейнга дистальная. Это доминантная миопатия в каждом поколении. Страдает передняя большеверцовая мышца. Страдают сгибатели шеи, как при дистрофической миотонии. КФК повышается примерно в 3 раза. При биопсии не выявляются в уколе. Наследование происходит по хромосоме 14Q12. Начинается во взрослом возрасте. Дистальная миодистрофия Веландер. Раньше все дистальные миодистрофии называли Веландер. Это аутосомно-доминантная миодистрофия, которая поражает разгибатели кисти и ее пальцев. Креатин фосфокиназа в норме или слегка повышена. При биопсии выявляются в уколе. Наследование 2P13-хромосома начинается во взрослом возрасте. И, наконец, миодистрофия Маркспири-Грикса-Юда, недавно описанная авторами. Примерно 15 лет назад ее описали. Она аутосомно-доминантная. Страдает передняя большеберцовая мышца. КФК в норме или немножко повышена. При биопсии выявляются в уколе. И наследование по хромосоме 2Q. Переходим к рассмотрению дерматомиозита и полимиозита. Это воспалительные миопатии. Это аутоиммунные заболевания. Достаточно тяжело инвалидизирующие больных. Начинаются дерматомиозит и полимиозит в возрасте от 20 до 70 лет. Они сопровождаются болезненным уплотнением мышц, покраснением кожи. На игольчатой миографии у пациентов возникает паттерн, напоминающий глобальную миографию. То есть мы не можем четко выделить потенциалы двигательных единиц. При миографии выявляются единицы. Вот если они выявляются, эти единицы, то они низкой длительности, большого количества фаз, но повышенной амплитуды за счет того, что при полимиозите и дерматомиозите происходит не только поражение мышц, но и вовлечение в процесс терминалий периферических нервов. То есть имеют место донервации и реиннервации. За счет этого амплитуда может быть повышена. Повышается КФК, больные жалуются на порезы скелетных мышц, в основном проксимальных. Характерно развитие нарушений глотания и речи, слабости мышцы тазового дна, за счет чего возникают запоры и могут быть нарушения мочеиспускания. Начинается, как правило, дерматомиозит и полимиозит с рук, с последующим распространением на ноги и на бульбарную мускулатуру. На игольчатой миографии здесь на рисунке показан такой паттерн игольчатой миографии, напоминающий глобальную. Но вы видите, что амплитуды здесь с тенденцией к повышению, а единички маленькие, полифазные, с низкой длительностью. Лечение дерматомиозита и полимиозита заключается в приеме стероидных гормонов. Назначают преднизолон в дозе 70-80 мг через день с алгидратом, плюс магниегидроксидом, этамзилатом, для того, чтобы не было проблем с желудком. Применяют также нестероидные противовоспалительные препараты и миотропные метаболические препараты. Но больному с полимиозитом, как правило, нужно не менее года принимать преднизолон, чтобы достигнуть улучшения. Миостыния – следующее нервно-мышечное заболевание. Это тоже аутоиммунное заболевание, при котором характерна патологическая мышечная утомляемость. Развиваются парезы. Больные жалуются на птоз, на опущение век и глазодвигательные нарушения. Но при этом зрачковые реакции у больных не нарушаются. Изредка можно увидеть симптом ОКЕР. Если вы попросите больного пожимать себе кисти, то у него может нарасти птоз. При проверке сухожильных рефлексов, характерна их истощаемость, больные, так же как и другие больные, с проксимальной слабостью пользуются дополнительными приемами при вставании, приемами ГОВЕРСа. Для миостынии характерно, что нет атрофии, нет фасцикуляции, нет гипертрофий. Характерны тазовые нарушения. Выделяют генерализованную форму миостынии, глазную форму миостынии, локальную, и также редкие формы миостынии, туловичную или конечностно-поясную, и мимическую. На электромиографии выявляются феномены декремента, то есть при повторной ритмической стимуляции амплитуда М-ответа снижается, вот это показано на рисунке, причем она снижается при миостынии от первому к третьему ответу, а дальше ответ остается неизменным. Декремент увеличивается при титанической стимуляции, 50 Гц, а дальше возникают феномены посттитанического облегчения и истощения, соответственно, с нарастанием амплитуды М-ответа и уменьшением декремента, это феномен посттитанического облегчения, и с феноменом истощения, то есть уменьшение амплитуды М-ответа и феноменом посттитанического облегчения. В начале стимуляции М-ответы при миостынии всегда нормальные, в отличие от миостенических синдромов. Как лечится миостения? Принимают, опять же, преднизолон, стероидные гормоны, 70-80 мг в сутки через день с использованием гастропротекторов, либо применяют азотиоприн в дозе 25-150 мг в сутки, тоже с гастропротекторами, используют плазмоферез, используют препараты антихолиностеразные, неостегминометилсульфат, передостегминобромид. Но преимущество гормонов и азотиоприна в том, что при приеме неостегмина и передостегмина может возникнуть холинергический криз. То есть передозировка этих препаратов может вызвать тоже острое осложнение, сопровождающиеся расширением зрачков, бронхорей. Тахикардией применяют калийсберегающий диуретики, хлорид калия в порошках, и у больных, у которых на компьютерной томографии средостения выявляется тимома, назначают тимоктомию. Часто это приводит к регрессу миостенических симптомов или к их значительному уменьшению. Глазная форма миостении может пройти после однократного курса лечения. Генерализованная форма миостении – это обычно пожизненный прием стероидных гормонов. Миостенические синдромы. Это отдельная группа заболеваний, редко встречающихся. К ним относятся синдром Этона-Ламберта, ботулизм, передозировка препаратов ботулотоксина, а также другие миостенические синдромы, связанные с приемом аминогликозидных антибиотиков, депенициламина и патологией щитовидной железы. Синдром Этона-Ламберта – это, как правило, параноопластический синдром. В 50% случаев им заболевают мужчины, и выявляется онкология со стороны легких или предстательной железы. Возникают проксимальные восходящие порезы. Сначала у больных возникает утиная походка, переваливающаяся, порезы в бедрах, далее страдают верхний плечевой пояс, далее возникают птос с глазодвигательными нарушениями. Диагностика синдрома Этон-Ламберта основана на стимуляционной электромиографии, при которой, в отличие от миостыней, выявляется инкремент М-ответов. То есть сначала маленькие М-ответы дают декремент, а при титанической стимуляции возникает инкремент М-ответов. То есть маленький М-ответ начинает расти по амплитуде, вот как показано на рисуночке. Синдром Этон-Ламберта – это аутоиммунное парноопластическое заболевание, при котором выявляются антитела к пресиноптической мембране кальциевым каналам. Лечение этого синдрома заключается в удалении онкологического новообразования, которое вызывает этот синдром. Если образование этого не находят при обследовании, то лечение заключается тоже в назначении гормональных препаратов или цитостатиков. Это преднизолон или азотиаприн, плазмоферез. Препараты калия не назначают в данном случае. На самом деле редко очень встречается эта болезнь. Насколько я знаю, этим хорошо занимаются в миостеническом центре под руководством профессора Санадзе Александра Георгиевича, когда он выступал на Московском обществе неврологов, то сказал, что где-то за жизнь, за свою практику, видел где-то 6 больных с синдромом Этон-Ламберта. Ботулизм – инфекционное заболевание, инфекционное заболевание, связанное с кластридиум ботулином. Как правило, заражение происходит при нарушении хранения пищевых продуктов. Если в консервированные продукты попадает часть земли, допустим, или речного ила, где размножается кластридиум ботулизма, человек может заразиться. Возникает бульбарный синдром, возникает синдром, который характеризуется птозом и офтальмопорезом, но в отличие от миостыни, при ботулизме сохранны зрачковые, то есть не нарушаются зрачковые реакции, может быть, они за корея. Лечение заключается в назначении специфического антитоксина и противоботулинической сыворотки. И на этом фоне больной, как правило, излечивается. Главное, вовремя поставить диагноз, потому что бульбарные нарушения, помимо глазодвигательных, возникают дизартрия, дисфагия, нарушение глотания. Здесь же есть риск аспирационной пневмонии, аспирации, то есть достаточно смертельных осложнений. Главное, вовремя поставить диагноз и ввести анотоксинную сыворотку. В последнее время очень развита косметическая медицина, поэтому мы часто встречаемся в своей практике с передозировкой препаратов ботулотоксина. Ботулотоксин обычно применяют для коррекции каких-то мимических дефектов. И в частности, несколько лет назад мы осматривали женщину с односторонним птозом, у которой при электромиографии был выявлен феномен инкремента. При ботулизме, как и при синдроме Итона-Ламберта, имеет место прессинаптический дефект мембраны синапса. И мы видим инкремент ответов при ритмической стимуляции. Ну и на вопрос, откуда этот птоз, откуда инкремент, женщина ответила, что недавно она проходила лечение препаратами ботулотоксина, коррекцией мимической мускулатуры. Видимо, была сильно увеличена доза, либо препарат диффундировал, либо укол был сделан в место, где его делать нельзя. Обычно делают правильно в верхний латеральный угол над глазничной щелью, но никак не во внутреннем углу, никак не внизу, чтобы разгладить мимические морщины. Ну и к редким миостеническим синдромам относятся синдромы, связанные с приемом аминогликозидных антибиотиков, купренила, депенициламина, и при патологии щитовидной железы, при гипотироидной полинейромиопатии может возникнуть тоже миостенический синдром. Но это очень редкие заболевания. Следующая группа заболеваний – это спинальная аммиотрофия. Спинальная аммиотрофия связана с, как правило, медленно прогрессирующей дегенерацией мотонейронов спинного мозга. Но следует сказать, что чем раньше начинаются спинальные аммиотрофии, тем они тяжелее протекают. Вот спинальная аммиотрофия Вердника-Гофмана, которая начинается внутриутробно, как правило, или в возрасте до двух лет, приводит к значительной инвалидизации ребенка. Многие дети погибают, если им не предоставить искусственную вентиляцию легких. Чуть в более позднем возрасте, где-то от двух до пяти лет, начинается инфантильная спинальная аммиотрофия. Это тоже значительная инвалидизация ребенка, это проксимальные порезы, дыхательная недостаточность, как исход заболевания. И здесь, конечно, важно своевременно понять, когда нужно применять дыхательную поддержку. Более доброкачественная спинальная аммиотрофия Кугельберга-Веландер начинается в возрасте от пяти до пятнадцати лет, сопровождается проксимальными порезами, может начинаться с ног, может начинаться с рук. У больных имеют место фосцикуляции, легкие аммиотрофии. Но, как правило, здесь инвалидизация не столь выражена. То есть больные используют дополнительные приемы для коррекции движений. Ну и, наконец, самые доброкачественные спинальные аммиотрофии. Это спинальные аммиотрофии взрослых. Они бывают аутосомно-рецессивными, аутосомно-доминантными. Группа этих заболеваний плохо изучена, но считается, что спинальная аммиотрофия возникает при мутациях генов СМН, выживания мотонейронов, и генов НАИП, нейронального антиапататического белка. Диагностируется спинальная аммиотрофия с помощью электромиографии. Вот недавно у нас в клинике был молодой пациент, 10 лет, которому в Сибири поставили под вопросом миоэпатию Дюшена, потому что он использовал дополнительные приемы при вставании из положения сидя и отставал на физкультуре, при подъеме по лестнице ему было сложно. Но при электромиографии мы не выявили миопатических единиц, мы выявили, наоборот, единицы с увеличенной длительностью, увеличенной амплитудой и большим количеством фаз, то есть нейрональные единицы. И поставили диагноз болезни Кугельберга-Веллендер. Следующая форма спинальных аммиотрофий это иксцепленная бульбоспинальная аммиотрофия Кеннедиа. Эта спинальная аммиотрофия связана с мутациями к рецепторам к андрогенам, генорецепторов к андрогенам. Иксцепленное наследование означает, что болеют только мужчины, женщины могут болеть этой болезнью только при наличии кариотипа Х0, то есть синдрома Шерешевского-Тернера. Болезнь начинается в возрасте от 20 до 40 лет, возникают проксимальные порезы, и наряду с этим возникает легкая дизартрия, легкая дисфагия, то есть бульбарный синдром. Характерны фасцикуляции, дополнительные симптомы, которые встречаются в 50% случаев у этих больных, это сахарный диабет, гинекомастия, импотенция и сенсорная полиноэропатия, которая может быть связана с диабетом, а может быть просто сама по себе. Болезнь Кеннеди нужно отличать от бокового амиотрофического склероза, потому что она доброкачественная, медленно прогрессирует и инвалидизирует больного через лет 20. После того, как он заболел, дыхательная поддержка обычно не требуется. Если вернуться к детским заболеваниям, к детским спинальным амиотрофиям, следует упомянуть о болезни Фациолонда, это детский бульбарный паралич. Еще есть болезнь Виолетта Ванлир, детский бульбарный паралич с глухотой. Вот буквально 4 года назад был обнаружен генетический дефект, который отвечает за это заболевание. Это ген переносчика витамина В2, рибофлавина. И вот применили лечение большими дозами витамина В2 у 70 детей в Соединенных Штатах и 15 детей выздоровело. То есть это означает, что при наличии адекватной заместительной терапии даже спинальная амиотрофия, то есть практически гибель мотонейронов, то, что мы видим при боковом амиотрофическом склерозе, это можно вылечить. То есть болезнь Фациолонда дала нам надежду на то, что в будущем будут найдены какие-то медикаментозные средства для лечения, в том числе, бокового амиотрофического склероза. Но если лечение, конечно, начинать на доклинической стадии, если разработать профилактику и диспансеризацию данного заболевания. Хочу несколько слов сказать о клинике, которую я возглавляю. Клиника Real Health в Москве на станции метро Бабушкинская была открыта при участии главного личного врача президента Турции Эрдогана, госпожи Мэрием Елдырым. Это известный устаопат в Турции, она русская по национальности, это женщина. Клиника была открыта в 2013 году, и с тех пор мы оказываем помощь больным с нервно-мышечными заболеваниями. Во-первых, все больные осматриваются опытным в этих заболеваниях неврологом, мной. Им проводится электромиография, стимуляционная, игольчатая, спирография. С следующего года у нас появится макроэлектромиография, такой редкий метод миографический, исследование в основном для больных баз. Применяется лабораторная диагностика, мы смотрим КФК, миоглобин, когда нужны другие, может быть, ферменты. Мы сотрудничаем с НИИ-педиатрией, поэтому у нас центр по профилю неврологический и хирургический. Мы делаем сами биопсию мышц, а гистологию делает НИИ-педиатрия. Мы можем подробно проанализировать мышечный биоптат у больного с нервно-мышечной патологией, но, к сожалению, это не дешевое удовольствие. Мы сотрудничаем с медико-генетическим центром Российской Академии Наук, где проводится молекулярно-генетическая диагностика нервно-мышечных заболеваний. И, наконец, в клинике работает дневной стационар, где можно пройти внутривенно-капельное лечение стероидными гормонами, цитостатиками. Но это больше касается больных миостынией, больных с, так сказать, мультифокальной моторной невропатии, это уже полинейропатия. В клинике проводится двигательная реабилитация, массаж, плантеротерапия. Это массаж не руками, а стопами. Это метод, который разработала госпожа Мэрием Елдыры. Мы его активно уже три года применяем на практике в Москве. Мы единственная клиника, которая применяет этот метод лечения с хорошими результатами. То есть, таким образом, комплекс услуг, телефон вы видите на экране, комплекс услуг абсолютно весь в клинике представлен для помощи высококвалифицированной больным с нервно-вышечной патологией. Я хочу поблагодарить Первый медицинский канал за предоставление мне возможности выступить с этой лекцией. Спасибо большое. В студию поступило несколько вопросов. Спасибо большое за эти вопросы, уважаемые друзья. Первый вопрос. Смотрим ли мы и детей, и взрослых? Да, безусловно. К нам приезжают и дети, и взрослые в клинику. Пожалуйста, приходите с детьми. Мы посмотрим детей. Есть ли возможность лечения и обследования детей по ОМС? К сожалению, наша клиника не работает по ОМС. И третий вопрос. Делаете ли вы анализ на болезнь помпа? Да, анализ на кислую мальтазу. Дефицит кислой мальтазы делается в нашей клинике. Можно прийти, сдать, можно сделать, соответственно, анализ, сдать кровь. Можно попробовать определить уровень кислой мальтазы в биоптате мышцы. Это все возможно. Это все возможно. Спасибо за вопросы.